Уважаемые представители СМИ, дамы и господа, я не доставляю действие и удовольствие приветствовать здесь президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина. Официальный визит главы Российского государства проходит по знакам 20-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. В ходе переговоров, которые прошли в атмосфере дружбы и полного взаимопонимания, мы детально обсудили весь спектр наших международных отношений, сверили позиции сторон по перспективам их дальнейшего развития. Результаты переговоров зафиксированы в совместном политическом документе. Он также определяет меры по развитию ключевых направлений двустороннего сотрудничества, Таджикистана и России, на ближайшую перспективу наших подходов и взаимодействий на международных отношений. Вкратце хотел бы акцентировать внимание на следующее. Рассматривая динамику развития и сотрудничества двух государств, мы высказали за дальнейшее углубление всего комплекса таджико-российских отношений. Было указано на обоюдное стремление к укреплению политических контактов. Сердцевину переговоров составляли в вопросе экономического взаимодействия и его комплексного развития. В этом направлении мы условились наращивать совместные усилия по дальнейшему расширению экономических составляющих взаимоотношений с соразмерным уровнем военно-политического партнерства. При этом была проявлена обоюдная заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества в сфере гидроэнергетики. В контексте этого стороны высказали за конструктивные решения на сущных региональных вопросах гидроэнергетики и водопознавания. В этой связи считаю нужным еще раз подчеркнуть, что Таджикистан в соответствии с уставом ООН и другими международными правовыми нормами правы использовать собственные природные ресурсы, в том числе гидроэнергетические, на благо своего народа. Но это не означает, что мы, развивая отрасль гидроэнергетики, преследуем сугубо собственные интересы. В своих подходах Таджикистан всегда исходит из позиций соблюдения разумного баланса национальных и региональных интересов. Это империатив наших действий, и мы намерены придерживаться его и в будущем. В этом ракурсе мы неоднократно выступали с региональными и глобальными водными инициативами, логическим продолжением которых является резолюция Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2013 года международным годом водного сотрудничества. Мы надеемся, что этот год станет реальной платформой для конструктивного, с открытого диалога по актуальным водным проблемам на всех уровнях. Что касается других вопросов по повестке дня встречи, то в целях усиления социальной и правовой защищенности трудовых мигрантов мы достигли договоренности о скором положительном решении вопроса продления сроков регистрации трудовых мигрантов, а также действия их лицензии на работу. Мы также договорились о поставке нефтопродуктов из Российской Федерации в объемах внутреннего употребления Таджикистана без взимания вывозных пошли. В рамках нашего традиционного сотрудничества против глобальных вызовов и угроз стороны договорились об усилении борьбы против незаконного оборота наркотиков и подписали соответствующие соглашения. Мы благодарны российскими сторонам за финансовую содействие деятельности нашего антинаркотического агентства. Соответствующее внимание было уделено более полному использованию потенциала Таджикистана российских культурно-гуманитарных сил. Таджикистан и Россия продвинулись и в вопросах дальнейшего развития военного и военно-технического сотрудничества. Мы сошлись во мнении, что тесные сотрудничества в этих направлениях, отвечая стратегическим интересам сторон, служит в делу укрепления стабильности и безопасности в регионе. Подписан новый пакет документов по этому аспекту взаимодействия, в том числе соглашения о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Республики Таджикистан. В соответствии с ним российская сторона берет на себя в вопросе модернизации и технического переосношения вооруженностей Таджикистана, укрепления их материально-технической базы современными видами вооружений. Российская сторона также окажет содействие подготовки кадров в этой области, а также по другим аспектам укрепления оборудования в особенности Таджикистана. В ходе переговора мы обвиняемся мнением по широкому спектру о плане вопросов регионального и международного характера, в том числе по тематике Афганистана. При ее обсуждении мы были едины во мнении относительно активного вовлечения Афганистана в процессе регионального сотрудничества. Было указано, что это будет способствовать смягчению социально-экономических последствий вхождения страны в новый переходный период и его национального развития. Стороны констатировали полное совпадение или близость взглядов по абсолютному большинству региональных и глобальных проблем. В заключении хотел бы выразить свое глубокое удовлетворение с состояющимися переговорами. Убежден, что официальный визит главы дружественной России откроет новую страницу богатой истории отношений между двумя государствами. А теперь с большим удовольствием хотел бы передать слово моего коллеги, президенту Российской Федерации. Пожалуйста, Владимир Владимирович, вам слово. Большое спасибо, уважаемый Эмалий Шарипович, уважаемые друзья, дамы и господа. Я прежде всего хочу еще раз поздравить президента Таджикистана с юбилеем, с днем рождения, пожелать здоровья, благополучия, успехов в его ответственной государственной деятельности. Хочу подчеркнуть, что высокий уровень межгосударственных отношений, отношений стратегического взаимодействия и партнерства достигнут в значительной степени благодаря усилиям президента Таджикистана Эмалия Шариповича Рахманова. Он много сделал для укрепления наших межгосударственных связей и продолжает работать в этом направлении. Результатом является в том числе подписанная сегодня договоренность. Я об этом сейчас ниже скажу поподробнее. Хотя Эмалий Шарипович уже об этом упомянул. Должен сказать, что таджикистанская сторона активно выступает и за углубление интеграционных процессов на пространствах СНГ в целом, что мы очень высоко ценим и всячески поддерживаем эти усилия Таджикистана. Теперь несколько слов о наших сегодняшних переговорах. Они действительно прошли в дружеской, очень откровенной и деловой атмосфере. Мы предметно обсудили широкий круг актуальных вопросов. Это и политический диалог, торговые и экономические связи, сотрудничество в сфере обороны и безопасности, гуманитарные вопросы. Только что, как вы видели, подписан солидный пакет двухсторонних документов. Уверен, реализация достигнутых договоренностей придаст новый серьезный импульс к дальнейшему развитию всего комплекса российско-таджикистанского сотрудничества. Ключевой документ – соглашение, фиксирующее параметры пребывания российской военной базы на территории Таджикистана на период до 30 лет. Точнее, до 2042 года. Тем самым будет обеспечена надежная защита наших общих стратегических интересов, укрепление безопасности и стабилизация ситуации всего Центрально-Азиатского региона. В сфере совместного противодействия незаконному обороту наркотических средств мы договорились, что агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана будут выделены финансовые средства в размере более 5 миллионов долларов США. Мы продолжим помогать Таджикистану в вопросах подготовки антинаркотических кадров на базе российских учебных заведений. Эта работа уже ведется, она будет продолжена. Она, должен сказать, в последнее время приобретает все более предметный характер и становится все более эффективной. Приоритетное внимание было уделено перспективам делового сотрудничества между двумя странами. Нас не может удовлетворить, я сегодня об этом говорил, на переговорах в расширенном составе нынешний уровень товарооборота 810 миллионов долларов в 2011 году, и вот за первое полугодие у нас 413 миллионов долларов. Это за январь-июль. Это, конечно, недостаточно для Таджикистана и Российской Федерации. Несколько лучше обстоят дела в инвестиционной сфере. Объем накопленных российских капиталовложений в Таджикистан превысил миллиард долларов, миллиард 200 миллионов долларов. В 2011 году наши компании инвестировали в экономию этого республики более 133 миллионов долларов, 133,60. Активную роль в повышении эффективности нашего экономического сотрудничества, формирование благоприятной среды для расширения взаимовыгодных контактов должно сыграть межправкомиссия. В этих целях мы недавно повысили уровень сопредседательства с Российской стороны. Видим широкие перспективы в углублениях производственной кооперации. За последние три года в Таджикистане создано 15 новых совместных предприятий, всего их действует 125 республик, причем в самых разных сферах, от строительства и торговли до производства мебели и текстиля. Таджикистан богат сырьевыми водно-энергетическими ресурсами. Наше сотрудничество ориентировано на то, чтобы максимально эффективно использовать этот потенциал на благо экономического и социального развития Таджикистана. Уже есть хорошие заделы, вы знаете, возведена и работает Сан-Турдинская газоним, которая производит 15% совокупной выработки электроэнергии в стране. Газпром за рубеж нефтегаз ведет георазведочные работы по поиску газа. Газпром нефтегаз Таджикистан создает сеть АЗС и является одним из наиболее крупных налогоплательщиков в республике, обеспечивает 2,2% поступлений в бюджет Таджикистана. Рассматриваем возможность реализации проектов по строительству электростанций средней и малой мощности на внутренних реках Таджикистана. И Мавлия Шрапич сегодня и в ходе своего визита в Москву этот вопрос вставил, он прорабатывается и он вполне реализуем. Самый свежий пример содействия укреплению энергетического сектора Таджикистана подписывали сегодня меморандум о беспошлиных поставках нефтепродуктов. Считаем, что это прямая поддержка экономики Таджикистана. Достигнут договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере миграции. Сейчас в России работает более миллиона человек, если быть более точным, миллион 130 тысяч граждан Таджикистана. Мы планируем увеличить для них время постановки на учет до 15 дней, а разрешение на работу выдавать на срок до трех лет. Мы исходим из того, что эти решения будут благотворно влиять на рынок иностранной рабочей силы в нашей стране, будет стабилизировать ситуацию с иностранной рабочей силой в нашей стране и позволит гражданам Таджикистана выстраивать свои жизненные планы на более солидной правовой основе. Отмечу, что доходы от трудовой миграции обеспечивают материальное благополучие значительной части населения республики. Денежные переводы мигрантов в 2011 году составили почти 3 миллиарда долларов. Это почти половина ВВП республики. Более насыщенными стали контакты в области культуры, науки, образования. В Душанбе работают филиалы МГУ и Национального исследовательско-технологического университета МИСИС. Планируется открытие филиала Московского энергетического института. В свою очередь, и, кстати говоря, и вот мы говорили сегодня необходимость изучения русского языка в школах, это, безусловно, будет способствовать тому, что сама экономика Таджикистана будет развиваться на собственной базе с нашим участием, с участием других иностранных партнеров. Во всем случае, здесь будут создаваться новые рабочие места с высокой степенью квалификации, с хорошим уровнем заработной платы. Я думаю, что и вопросы миграционных потоков-то я не буду стать так остро, если мы будем действовать именно в этом направлении. В российских вузах учатся сейчас 4,7 тысячи студентов из Таджикистана. Мы заинтересованы в более широком изучении в Таджикистане русского языка, как я уже сказал, в том числе в Российско-Таджикском славянском университете, ставшем одним из лидеров в сфере образования в Таджикистане. Здесь обучаются 4,3 тысячи студентов. Считаю, что знание русского языка существенно расширит профессиональные возможности граждан Таджикистана, прежде всего молодежи, свободно ориентироваться в информационном пространстве России, странах СНГ, получать образование и более квалифицированную работу. В ходе переговоров мы также обсудили взаимодействие по линии СНГ, Организации договора коллективной безопасности, Евразес, ШОС. Уверен, тесная координация в международных и интеграционных делах, в том числе в рамках интеграционных объединений, отвечает интересам наших стран и народов, служит обеспечению стабильности всего Центрального азиатского региона. В заключение хочу поблагодарить президента Таджикистана, всех наших коллег за ту деловую, вместе с тем теплую атмосферу, которая была создана ими сегодня в ходе нашей совместной работы. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Наша пресс-конферессия завершена. Благодарю вас всех за участие. Спасибо.